Мы спокойно изучили этот пакет. В принципе, в действиях евробюрократов видна четкая логика. Если они активно говорят про ценности и свободу передвижения, то будут запрещены авиаперелеты без всякого разбирательства. Если речь о повышении мобильности, то закроют границы и перестанут выдавать людям визы. Запретят грузоперевозки, бросив на произвол судьбы, в том числе логистические компании и их работников. Если говорят про поддержку свободы слова, то запретят журналистов и СМИ с альтернативной точкой зрения. Так что, конечно, когда Евросоюз начал активно пытаться решать словами проблему мирового голода, введение санкций против крупнейшего мирового производителя калийных удобрений было вполне ожидаемо. Но в этот раз уйти от ответственности не удастся. Мы будем постоянно напоминать, что в усугублении проблемы мирового голода из-за нехватки удобрений, увеличении количества жертв этой беды, виноваты чиновники Евросоюза. Функционные списки включили главу Центра избиркома за проведение референдума, за которым ЕС даже не наблюдал. Что это? Я отвечу. Примитивная попытка принуждения к исполнению своей воли. Притом бесполезная для наших реалий. Костричилы также санкции в отношении производителя общественного транспорта ОАО «Белкомунмаш». Это как раз прекрасно вписывается в основную цель всех санкционных пакетов. А цель состоит в том, чтобы максимально ухудшить жизнь простых людей. Поскольку за прошедшие годы ничего не получилось, дошли уже и до общественного транспорта. Отрадно, что после таких шагов имидж Европейского Союза в глазах простых белорусов все более обретает свои подлинные очертания. Кстати, хотел бы поздравить всех своих коллег-журналистов, попавших в текущую номинацию. Это означает, что они свободны от зарубежного диктата, способны противостоять заказному мейнстриму и как раз таки гарантируют тот плюрализм мнений, о котором на словах так печется Европейский Союз. Понятно, что главная цель гибридной агрессии ЕС состоит в том, чтобы задушить белорусов, подчинить их волю и лишить суверенитета, заменив его образами и фантиками. Эта идея изначально была утопичной, а сейчас и вовсе комична. Чем раньше в головы тех европейских чиновников, которые все еще способны к критическому мышлению, придет это осознание, тем меньше глобальных бед они натворят. Еще раз хотел бы напомнить, что односторонние принудительные меры прямо нарушают международное право, идут вразрез с обязательствами стран-членов ЕС в рамках универсальных и региональных международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ. На все недружественные шаги белорусской стороной будет дан адекватный ответ. Как и в предыдущих ситуациях, руководство страны предпримет эффективные меры, чтобы акты экономической агрессии практически не влияли на жизнь белорусов. Хотя, конечно, многие вопросы можно было бы обсуждать и решать в рамках равноправного конструктивного диалога. Наши условия и ожидания для его начала Евросоюзу известны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...